Здравствуйте! В эфире программа в центре событий в студии Галина Булгакова. Смотрите выпуски. В эфире программа в центре событий в студии Галина Булакова. В эфире программа в центре событий в студии Галина Булакова. А народное голосование покажет, насколько востребована молодежь именно с точки зрения жителей города. Со своей стороны мне приятно было бы и я хотел бы очень поработать. Я надеюсь, что это случится на благо города в плане наведения комфорта в первую очередь. И мне очень интересна работа в плане стратегического планирования. За два дня на участие в предварительном народном голосовании в городскую думу зарегистрировались порядка 10 кандидатов. Теперь они имеют право заниматься агитационной деятельностью. Еще несколько человек только сдали документы. Напомню, что в этом году попробовать свои силы на предварительном референдуме, кроме членов Единой России, могут и беспартийные общественники. Активно включились в процесс молодые люди, представители градообразующих предприятий. Победители предварительного этапа получат поддержку партии Единой России на голосовании, который состоится 18 сентября. В Югре активными темпами идет прием заявок от участников предприятия. На данный момент в списке кандидатов около 50 человек, и он продолжает расти. Напомним, предварительное народное голосование – уникальные события в политической и общественной жизни региона. Инициатором его проведения стала партия Единой России. Югорчане смогут сами выбрать тех, кому доверят право участвовать в предстоящих выборах. Если раньше кандидатов определяли партийцы и партийные аппараты, то теперь сами жители округа проголосуют за претендентов на мандаты четырех уровней. Прием заявок от кандидатов в органы местного самоуправления, Думу Югры, Тюменский областной парламент и Госдуму будет идти до 10 апреля. Решение участвовать в предварительном народном голосовании принял и Борис Хохряков, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», председатель окружной думы. Я считаю, что если земляки меня поддержат, то это для меня будет очень большая честь. Я воспринимаю процедуру предварительного голосования как точно такой же экзамен, который все мы будем проходить 18 сентября в день самих выборов. И процедура и уникальность его в том, что кандидаты на предварительном голосовании должны встречаться с избирателями. Не надо прятаться ни за спины товарищей, ни под какими-то партийными флагами. Это на самом деле не только встречи с избирателями, но это и внутрипартийные дебаты. Уже зарегистрировались и Василий Филипенко, глава Ханты-Мансийска и генеральный директор хоккейного клуба «Югра». Наталья Западнова, депутат окружной думы, руководитель региональной общественной приемной, председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева. Василий Сондаков, член Совета Федерации России от нашей автономии. И Александр Сальников, заместитель председателя югорского парламента. Он будет баллотироваться по 9-му сургутскому избирательному одномандатному округу в Думу Хмал. Не есть что сказать, не есть что предложить, но окончательное решение будет принято после депат и встречи с жителями. Потому что все дело, как всегда, в тонкостях, все дело в мелочах. И эти мелочи будут решены после встречи с жителями. Кстати, темы обязательных дебатов уже определены. Это вопросы борьбы с коррупцией, социальная политика, образование и здравоохранение, промышленная политика и поддержка предпринимательства, развитие сельского хозяйства, ЖКХ и комфортная среда. Что наша жизнь – игра. В Ханты-Мансийске завершился открытый форум молодых педагогов сургута «Вектор роста». На протяжении трех дней с 8 утра до 12 ночи специалистов образования обучали искусству преподавания. Ведущие эксперты показали все прелести и возможности получения знаний в игровой форме. Про карты, бутылки и два стола расскажет Екатерина Любешева. Шел 12-й час ночи. Молодые и активные собрались, чтобы поиграть в карты. Не на деньги, не на азарт, а не поверите, чтобы улучшить свой педагогический опыт. Самое интересное – они еще не устали. Оказывается, карточная игра может быть и на логику. Найти связь между объектами, объединить их – этим занимались молодые специалисты вплоть до полуночи. А потом они увлеклись бутылкой. Только вместо вопроса «ты меня уважаешь?» поставлен другой. «Ты мне доверяешь?» Виктор Николаевич, у меня бутылка, я ее очень аккуратно. Забегая вперед, скажу, что пару человек все-таки облили. В этом и смысл команды, образующей игры. Постараться уберечь ближнего от мелких неприятностей, но быть готовым ко всему. Быть ответственным за сухость чьей-то одежды – это одна из самых тяжелых задач, признались участники. Другие игры гораздо легче и веселее. И самый главный проект, который я создал – это детский музей открытки, которому в этом году уже 14 лет исполняется. Это полмиллиона открыток, с которыми работают дети. Они устраивают из этого выставки, они хранители разделов. Есть хранительница кошек Даша Бегтимирова. И вот она устраивала выставку кошек, которая даже была в Москве на большой-большой выставке «Старая бумага». Скоро в 12-й школе уроки физкультуры станут еще веселее, потому что отдельно взятый педагог Артемий пересмотрел свои взгляды на компоненты учебной программы. Конечно, естественно. Я уже знаю, с чего я начну и продолжу, и к чему я буду стремиться, к чему я буду приходить далее. Во-первых, это возможность. Много игр на сплочение. Во-вторых, очень много на мышление. Мы игр пошли на различные виды мышления, так сказать. А далее это рисунки различные, тоже связь рисунков, связь с науками, с различными этих рисунков. Ну и вообще, как бы, очень много-много различных вариаций предложили, как это взять, что использовать и куда это все применять. Да, вы не ослышались. Оказывается, место мышления и творчества можно найти и в плановом уроке физкультуры, а также на физике, химии и так далее. Причем игропрактика на пике актуальности даже у взрослых школьников. Есть такой проект Global Education Futures. Он зародился в агентстве стратегических инициатив. Ведет его Павел Лукша. Я тоже состою в группе этого проекта. Он занимается тем, что развивает новые направления в образовании на весь мир. То есть это не только Россия. В чем-то мы даже представляем Россию на международной арене. И был сделан форсайт по будущему образованию. И согласно этому форсайту мы видим, что игропедагогика, игропрактика занимают очень серьезную, ведущую, я бы сказал, роль в образовании. Причем как в образовании детей, так и в образовании взрослых. Многие из экспертов преподают в крупных частных школах страны. Их опыт уже оценен и внедрен. Метод игропрактики не подразумевает резких изменений и удачно вписывается в закон об образовании. Получается такая ситуация, что по ВГОСам требуется проектная деятельность, развитие творчества, креативности, системного мышления. А в реальной ситуации преподаватели думают, что же с этим делать, помимо всех документов, которых не нужно заполнять. Безусловно, у методики есть оппоненты. Как правило, это педагоги с большим опытом, которые считают, что детей нужно учить, как учили 30 лет назад. Но молодые педагоги, участники вектора роста 2016, приняли игропрактику на ура. Здесь при отборе участников руководствовались тем, что это была как можно более разношерстная тусовка. Потому что сейчас образование обречено на синтетические форматы. Тогда, когда, например, у нас такой был кейс на одном из предыдущих векторов роста, когда математику можно изучать через театральные постановки. Например, это пример второго лицея города Санкт-Петербурга. Тогда, когда на спортивных мероприятиях можно изучать еще биохимию, изучать биомеханику. Тогда, когда ребята, выполняя упражнения, сразу же углубляются в анатомическое строение человеческого тела. И тем самым такой синтез обеспечивается. По окончанию обучения интернет запестрил отзывами о форуме, как со стороны педагогов, так и со стороны экспертов. Последние, кстати, резюмировали. У сургутских молодых учителей есть потенциал создать передовую образовательную площадку, где они смогут в скором будущем передавать опыт даже столичным коллегам. Екатерина Любешева, Вячеслав Шаркунов, Сургут, Интерновости. В Крывеческом музее прошла торжественная церемония «Экспонатариум». Экспозиция «Перекресток времен» пополнилась новыми археологическими раритетами, которые были найдены на территории Сургутского приобья в конце 80-х годов. Состоялся первый показ золота Ордынского серебряного сервиза. Также присутствующим была представлена коллекция элитных украшений мужского костюма сургутского приобья. Уникальный клад свидетельствует о моде богатырей и военной знати в эпоху раннего Железного века. Дело все в том, что каждый из этих предметов, которые представлены сегодня, в том числе и бусина, в том числе и полы, вот эти подвески из медведей, например, или палетообразные застежки, они очень уникальны. Многие из них были сделаны здесь, либо по образцу тому, который уже имели в обиходе населения в это время. Уникальные предметы находились в археологической лаборатории Уральского государственного университета. С коллекцией работали высококвалифицированные специалисты, ведь такая находка требует детального изучения. Украшения были представлены научному сообществу на Первом международном северном археологическом конгрессе, а сервиз на протяжении двух месяцев выставлялся в Эрмитаже. Кропотливая художественная реставрация стала возможной благодаря поддержке общества «Газпром Трансгаз Сургут». Это наш не первый совместный проект с Тургутским правительственным музеем. Я надеюсь, что это не последний проект, мы будем совместны работать. Наши предприятия действительно являются самым ответственным партнером и по возможности оказываем финансовую помощь. В Сургуте завершился фестиваль молодых талантов «Студенческая весна». На протяжении трех дней учащиеся вузов и колледжи города соревновались в разных номинациях. На каждую категорию свой рефери. В составе жюри профильные специалисты не только из Сургута, но и из Тюмени, Москвы и Санкт-Петербурга. У них уже есть многолетний опыт судейства регионального и всероссийского этапа студенческой весны. В танцах не было равных команде «НС Крю» из филиала Тюменского государственного нефтегазового университета и студии эстрадного танца «Сплэш» из СПК. Театр причесок «Орхидея» стал лауреатом первой степени в номинации «Мода». Пели ярче и громче всех ансамбль «Росич» студенты из СПК. Лучшие номера повторили на гала-концерте. Всегда с удовольствием прихожу в свою родную альмаматор, которую я закончил в свое время. И приятно мне смотреть, что количество людей, приходящих на суд весной и участвующих, не уменьшается с годом в год. Это говорит о том, что наша молодежь активная, хватает времени не только на учебу, но и на развитие. Поэтому я уверен, что это пригодится им всем в будущей жизни, потому что занятие общественной деятельностью никогда не было во вред. Я участвовал в КВН и студенческой весне, был активным участником. И, в принципе, вот результат. В номинации «Театр» победу одержали актеры театра «Пластики и Пантомимы. Гротеск». Коллектив является завсегдатаем в фестивале «Студенческая весна». Причем в их копилке победы в этом конкурсе и на региональном, и на всероссийском уровне. Есть все шансы победить и теперь. Все лауреаты первой степени городского этапа отправятся защищать честь Сургута на этап региональный и выше. А уже в это воскресенье «Гротеск» отметит свой профессиональный праздник – День театра. К нему актеры приурочат свой капустник, на который пригласят друзей. Участники коллектива признались, что они очень суеверны и перед каждым выступлением проводят свой ритуал на удачу. «Если ты уронил сценарий перед мероприятием, на него обязательно нужно присесть. Самое важное – не забыть костюм, когда ты уезжаешь в другой город или регионный фестиваль. Особый ритуал, который нам привил Виктор Викторович, он хранится в серьезной тайне. Могу сказать только одно – мы держимся за руки. И в этот момент происходит, наверное, чудо, благодаря чему мы познаем театр. Театр познает нас. Я добавлю, что многие не понимают этого ритуала и смотрят на него со стороны с недоумением. Но нам это он помогает, и поэтому мы будем его делать и дальше. Желаем мира, счастья и любви. Под таким названием открылась выставка творческих работ сотрудников администрации, аппарата Думы и контрольно-счетной палаты Сургута. Полюбоваться работами можно в зале школы-музея имени Знаменского историко-краеведческого центра «Старый Сургут». Выставка продлится до 3 апреля. Традиционно мероприятие проводится весной и каждый год посвящается различной тематике. Конечно, я говорил в прошлом году, но, повторюсь, в этом году надо обладать, наверное, уникальным набором качеств, чтобы успевать все дома, на работе, ну и отвести любимому занятию какое-то еще и время. Здесь действительно показаны работы, которые достойны, наверное, не только быть выставленными здесь, но и, может быть, более широко представлены на суд горожан, с тем, чтобы жители еще раз увидели, что чиновники – это, прежде всего, люди. Волейбольный клуб «Газпром Югра» завтра, в субботу, примет на своей площадке чемпионов России «Казанский Зенит». Встреча пройдет в рамках Российской Суперлиги. В четверг наши гости играли в Польше в матче Лиги чемпионов, где в трех партиях взяли верх над местной скрой. После матча казанцы взяли курс на Сургут. Матч первого круга 22 ноября между «Газпромом Югро» и «Зенитом» завершился победой сургутян со счетом 3-2. Это поражение до сих пор остается единственным у чемпионов России. Наша команда обидно проиграла в предыдущем туре новую уренгойскому факелу и в предстоящей встрече наверняка будет намерена реабилитироваться перед своими болельщиками. «Мы надеемся, что именно так и случится, ребята переосмыслят что-то. И я надеюсь, что с другим настроением выйдем на следующую игру. Они решают свои вопросы, мы будем решать свои вопросы. Нас не очень интересует, каким составом они приедут сюда. Мы все равно будем настраиваться, будем готовиться и будем, соответственно, бороться». Баскетбольный клуб «Университет Югра» завершил регулярный чемпионат 1-го дивизиона Суперлиги. В последнем матче наша команда встречалась с ревдинским УГМК «Темп». Игра проходила под контролем сургутян, которые праздновали итоговую победу 73-50. Университет по итогам предварительного этапа занял третье место и продолжит борьбу за медали в серии плей-офф. В первом раунде наша команда сыграет со своим последним оппонентом УГМК «Темп» из Ревды. Матчи пройдут в апреле. Подходит к концу спорта Геада компания «Сургутнефтегаз» по баскетболу. Звание сильнейшего там разыгрывают твит 35 команд. На предварительной стадии все они были разделены на 4 подгруппы. В общей сложности было сыграть больше 100 игр. Команды, занявшие по итогам первой части турнира первые и вторые места, выходят в финальную восьмерку. Она уже началась, отношения между собой выясняют 8 коллективов. Среди них действующий победитель УФСИНГ и прошлогодний чемпион аппарат управления. Это очень представительный турнир. И там где-то команд 6-7, которые будут в финале играть, будут показывать очень высокий баскетбол. Ну, там, как всегда, очень сильные команды. Это аппарат УФСИНГ, УКРС и ПНП. Ну, там много команд таких, которые себя еще покажут. Много пришло молодежи, которым в этом году, может, еще будут сюрпризы. В плей-офф за медали ведут борьбу команды УБР-1, УКРС и ПНП, Нижний Сартымскнефть, Комсомольскнефть, Федоровскнефть и Центральная трубная база. Имена победителей станут известны в ближайшее воскресенье. С большой долей вероятности звание чемпиона разыграют между собой УФСИНГ и аппарат управления. Борьба идет из-за распределения мест в игровой таблице. Так, УТТ-2 ведет ожесточенную борьбу за 21-ю строчку, а управление организацией контроля объектов за 25-ю позицию. Попасть хотя бы не в последние строчки, в серединку хотя бы. Как бы класс такой у нас команды, любители. В основном постоянный состав, может, один-два человека пришли новых. Сколько? Ну, волейбол, я знаю, у нас команда есть, там человек 8. Ну, баскетбол там 6, где-то так 7. Все. На этом у меня все, а выпуск завершит прогноз погоды и коммерческая информация. До свидания. Интернет от Метро Сети. Коллекция мужских украшений на самый взыскательный вкус. Магазин «Изумруд», улица Энтузиастов, 6. Кредитный потребительский кооператив «Тюменский фонд сбережений» предлагает выгодные сберегательные программы. Программа «Вторая пенсия». Ставка до 20% годовых. Приглашаем вас стать пайщиком кооператива. В магазин «Адам» поступила новая коллекция мужских и женских джинсов. В наличии все размеры. Улица 50 лет, ВЛКСМ, 3, дробь 2, телефон 3763-77. И о погоде на 26 марта. Здравствуйте, в студии Алена Раковская. С 5 марта в Сургуте впервые в торговом комплексе «Пассаж» откроется новоторжская ярмарка за шубой. Новоторжская ярмарка – это норка собственного зверохозяйства. Авторский дизайн и пошив, контроль качества каждой шубы, красота и мода, цены производителя. Мы работаем ради покупателя. Спешите за шубой на новоторжскую ярмарку. Сургут в торговый комплекс «Пассаж», 1 этаж. С 5 по 27 марта. В субботу в Югре показания барометров будут расти. Это значит, что из-за туч кое-где начнет выглядывать мартовское солнце. Незначительный снег возможен лишь местами, а температурный режим будет на 3-5 градусов выше своей климатической нормы. Ночью в Сургуте и окрестностях. Облачно с неустойчивыми прояснениями. Местами возможен небольшой снег. Ветер юго-западный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха минус 5, минус 8. Утром облачно с прояснениями. Местами небольшой снег. На столбиках термометров 1,4 градуса мороза. Днем также облачно с неустойчивыми прояснениями. Возможен небольшой снег. Ветер западный 3,8 метра в секунду. Температура около нуля. В салонах обуви «Саламандр» финальные скидки. До 50% на зимнюю коллекцию. Саламандр – это стиль, качество, чувство уверенности. Успейте купить в салонах обуви «Саламандр» коллекцию «Весна-лето» по ценам 2015 года. В течение дня солнечная активность умеренная, геомагнитное поле неустойчивое. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 763 мм ртутного столба. Боль в спине. Постоянная, ноющая, тупая. Избавьтесь от нее. Алмак может помочь снять боль и воспаление, восстановить подвижность при остеохондрозе, артрите, артрозе. Только в марте. Купите Алмак выгодно. В аптеках «Формадом», «Планета здоровья» и аптеках «Отсклада». Алмак себе и близким, по ценам низким. До конца марта приобретайте Алмак в аптеках «Сургута» на выгодных условиях. Алмак – подарок для здоровья. Карапузы, йоу, встречайте! Одежду модную примеряйте. Мечтайте, играйте, танцуйте, творите. В Карапуз всей семьей приходите. Коррекция одежды «Весна-2016» уже в Карапузе. Всегда радостные покупки для детей в магазинах «Карапуз». Достойное качество по выгодным ценам. Я желаю вам хороших выходных. До свидания.